Марк, я предлагаю сегодня вам начать с такой затравки, а точнее с закуски. Она не глобальная, но мне кажется, что это очень важный штрих сегодняшней Российской Федерации. Все потому, что за участие в войне военный преступник Путин помиловал сахалинского людожера. Людоеда, по-русски говоря. И в общем у него было там и ритуальное убийство, и чего только и не было. Но тем не менее, это современный герой Российской Федерации, потому что он принял участие в СВО. Но и таким образом он получил то самое помилование. Людоед среди россиян. Как вам вот такая история? Ну что, в принципе, как бы это вполне органичное такое перетекание, так сказать, ням-ням в киф-паф. Ну а что, я уже это комментировал здесь, потому что, может повторюсь, кто-то скажет одно и то же говоришь. Хотя попробую быть изобретательнее. Но вы понимаете, все равно ничего нового не придумаешь. Еще раз говорю, ни в одной нормальной армии мира. Никогда. А тем более во время войны не берут никаких лиц судимых. Потому что эти люди, особенно совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, это люди с делинквентным сознанием. Они, в принципе, изначально готовы убивать. Но беда заключается в том, что когда их осудили, им говорили, что этого делать нельзя. То есть, ну это как бы на исправление направлено, еще на что-то. И вдруг вот он сидит, он еще не отбыл, а часто еще только-только, значит, начал отбывать наказание. Ему говорят, нет, убивать хорошо. Только надо убивать не людей, как бы вот, а в принципе какая разница. Потренировался и молодец. А вот поедешь убивать, в Украине можешь и людоедствовать, и убивать. Понимаете, эти люди, они, да, мало того, что отправляются в Украину и там, наверное, убивают и так далее, если сами не погибают. Но потом, по окончании этого шестимесячного контракта и помилования, возвращается обратно. Их вы возвращаете не в зону, где вы их изолируете, продолжаете перевозпеть. Нет, вы их возвращаете в обычный туда же, как говорится, в супермаркет, где... На фуфет. Да, то есть вот сплошные вокруг объекты, понимаете? И они не прекращают. Вот кто-то питает иллюзией, что эти люди, нет, ну что вы, они исправлены. Я вот уже цитировал, он, помните, встречался с военкором и говорил, вот у нас проценты, вот мне тут сообщили, рецидивов вот таких людей, ноль там чего-то там процентов. Ну понятно, что ему сообщили фуфилу, и понятно, что он может цитировать это. На самом деле это всё, конечно же, не так. Эти люди и продолжали совершать преступления, после своего людожорства они в Украине продолжали их убивать, да, и совершать преступления, и им ещё и оружие дали. Потом их за это наградили, сказали, что это вот правильно так и надо, и они возвращаются обратно к себе домой. И что? Они что, перековались? Их кто-то перековал, они, значит, действительно перевоспитались. Здесь исправление произошло путём, значит, выполнения патриотического долга, пролития мешками крови. Нет, они вообще, в принципе, пошли на эту афёру для того, чтобы избежать исправления, избежать отбывания наказания в местах лишения свободы, где они должны были это делать там чуть ли не десятилетиями, потому что они совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Безусловно, они вот граждан России, чтобы вот они понимали, если кто смотрит, и с вами рядом такой вот товарищ живёт, с медалью там за отвагу или чем-нибудь таким, с лычками, да, он вас обязательно скушает, ням-ням сделает снова. Даже не надейтесь, он никогда не станет нормальным, он не будет нормальным, понимаете? Ну, может, какая-то единица вдруг в монастырь уйдёт, начнёт отбивать поклон, но не будет этого. Это невозможно. Вам любой человек, сведущий в криминалистике, юрист, который изучал и криминальную статистику, и изучал уголовное право, изучал, так сказать, психологию судебную, это всё предметы, которые проходят на разных курсах в соответствующих юридических факультетах, вам скажут, это невозможно. Такие люди неисправимы, это не область, знаете, душевного очищения, катарсиса религиозного, экстатики или чего-то такого. Это обычная работа, значит, мозга, направленного на совершение преступлений, формируемой этики внутри, что так можно, что это хорошо. Более того, они приходят с уверенностью, что они особым правом обладают, да, сверхправом, говоря, я тут кровь проливал на Донбассе или, там, не знаю, там, в Авдеевке, а ты тут мне водки не наливаешь без денег, да, и так далее. То есть, бытовые конфликты, перерастающие по Ножовщину, а там дальше и до серийных преступлений, это будет обычной практикой, да, обычной совершенно практикой. И никто, пожалуйста, пусть иллюзии не питает в России, что они этого избегнут. Они этого не избегнут. Это все будет усугубляться однозначно. Да, ну, знаете, чтобы просто люди не думали, что это какой-то обаятельный гнибал-лектор. Да, 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 но это же кино. Вот такая буквальная бытовуха, и деды воевали в новом смысле. Более глобально тогда посмотрим на эту историю, потому что у нас очень интересным, большим интервью вышел глава службы внешней разведки, господин Литвиненко, который тоже давал свою оценку тому, что происходит как в Украине, к чему готовится Российская Федерация. И Литвиненко сказал, по сути, очень простую мысль о том, что сейчас критический период, хотя я подчеркиваю для зрителей, когда он у нас был не критический, но чем ценны слова главы внешней разведки, что он фактически подводит к тому, что Путин или Россия, они прошли точку невозврата. То есть на сегодняшний день я слушала очень многих экспертов, которые говорят, что невозможно ему остановиться. Вот нет выхода у него из войны. Даже забрать то, что сейчас есть, если вдруг ему хочется вериться, этого недостаточно, потому что дальше это как раз полное забвение и большие разборки в середине Российской Федерации. Поэтому он будет продолжать дальше наступать. Сейчас также точка невозврата пройдена западным миром, но и там, по сути, у Путина есть только вариант верить в одно, в светлое будущее и в свою собственную победу. Марк, действительно ли на сегодняшний день нету никакого маневра для России и для Путина? Может быть, и его в этом убедили, или он сам всех убедил, что вот просто невозможно никак вернуться назад? Вы знаете, об этом можно судить, потому что ситуация в глобальном смысле развивается. Ведь вот Ближневосточная эта история с Израилем, она же свидетельствует о том, что они изыскивают, и я уверен, сейчас уже более определённо можно говорить, что след российский в событиях 7 октября имеет место. Дело не в том, что это в день рождения Путина произошло, кто-то в этом увидит некие признаки. На самом деле, просто объективно свидетельствует о том, что всё это в интересах к выгоде Москвы было сделано. Понимаете? Это действительно отвлекло силы, внимания, всё остальное на другой театр военных действий. Просто вот перевело акценты в сторону Ближнего Востока с Восточной Европы. И, конечно, это, безусловно, помогает прежде всего самому Путину. Это не помогает Украине. Это помогает Путину, понимаете? А учитывая, что, значит, с той стороны только и исключительно его союзники, да, значит, соответственно, Хамас, Иран, это всё военные союзники Москвы. Ну, Иран вообще поставляет вооружение. Хамас взаимодействовал, так сказать, теснейшим образом с российскими спецслужбами, с российским политическим руководством. То есть они являются полноценными союзниками во всех отношениях и выступают как некие прокси. Значит, если им говорят, что нужно как-то в общем на себя оттянуть внимание, они это всё делают. Потому что, честно говоря, рациональные цели в том, что было совершено 7 октября, понимая, какими будут последствия, всё-таки сложно обнаружить. Я вот много за это время послушал доводов, но всё равно в конечном итоге достаточно бессмысленно и бесперспективно для Хамас, да и для палестинцев в целом. Вся эта афера была, вся эта террористическая операция такая масштабная, проектный такой терроризм, такой военный терроризм. И мне кажется, я убеждён, что Москва, безусловно, приложила к этому руку, наверное, как-то это и материально компенсировала, наверное, как-то и другие дивиденды щедро раздавала за вот такое вовлечение. Но так или иначе, так или иначе, рано или поздно мы об этом узнаем, да, и говоря о том, что Москва не может остановиться, как мы говорим, она не может остановиться ещё и потому, что ей нельзя проиграть. А проиграть нельзя не только в локальном смысле Украины, но и в глобальном нельзя проиграть. Потому что ты можешь даже остаться, как вы правильно говорите, со своими геополитическими реалиями, 20% территории Украины, а если остальные 80% идут в НАТО, то что тогда? Что ты решишь? Что ты сделаешь, если у тебя граница НАТО вытянется фактически на всю протяжённость Запада, там, от Турции до Хельсинки, понимаете, до Финляндии? Ну, там, по сторонам Балтии, Украины и так далее. Ты ничего не выиграешь, поэтому он остаться не может, потому что эти цели, они тотальны, понимаете? То есть Украина в любом случае в представлении Путина должна остаться под его контролем вассальным. В противном случае она всё равно уйдёт на Запад. Она с неизбежностью уйдёт, потому что после такой войны уже невозможно ничего сделать. Обратно любовь не вернёшь, фарш обратно не провернёшь. Для Запада тоже это важный довод. Вот мы говорим, может ли Запад развернуть. Запад ещё пытается. Мирный переговор, да мы вот как-то, вот он нам скажет, мы вот убедим. А на самом деле уже сейчас, после особенно ближневосточного кризиса, войны там, уже понятно, что никакого замирения, которое бы так алкаемо Западом, вот будет примирение, и мы там возьмём паузу и что-то сумеем сделать. Да никто вам не даст этой паузы. Он напишет одно, распишется, а наутро обстрелы продолжатся, понимаете? Или бы с другой стороны какой-то удар последует. Поэтому на сегодняшний день, да, и для Запада некая точка бифуркации. А хорошо, а они дождутся, что Трамп придёт, и что тогда? Действовать надо сейчас. Чё вы будете ждать? Перемены все. Для вас тоже к худшему, как и для Путина. И для Путина к худшему, и для вас к худшему. Вот такая бинарность непонятная, да? Трамп приходит, это плохо для Украины, пока, во всяком случае. Соответственно, для Москвы тоже не факт, что это так будет хорошо. Он же вообще может повести себя эксцентрично вообще по-другому. Не как все предполагают. Но это только один момент, а там же много факторов складывается. Не только этот. Поэтому, на самом деле, Запад до конца прошлого года, 22-го, ведь он же определялся, как завершить эту историю военным путём. На поле боя. Так же и говорилось. Потом начались отскоки. А нет, ну нельзя доводить. Нельзя России проиграть, а то же неизвестно, куда её понесёт. А вдруг она к ядерному оружию обратится. А потом случились события 23-24 июня, когда угроза того, что власть поменяется и класть придут ещё больше людожёры вместо Путина, как им казалось, Западу, да, она подвигла их к тому, что, ой, нет, лучше пусть хотя бы этот мудак. Ну, как-то, в общем, контролируемые отчасти. А так придут вообще непонятно какие. И они действительно и проявили себя полностью. Запад как бы выступили в данном случае, ну, таким, не то чтобы союзникам Путина, но, в общем, что позволили ему делать всё остальное. Вспомните, он уронил 23-го августа самолёт вместе с этим основными руководителями ЧВК Вагнера, ну, Пригожным, там, Уткиным и так далее. Запад абсолютно остался безучастным. Он не пытался выявить, что они на самом деле сбили. По сей день же неизвестно, как сбили-то. Сбили с земли, что скорее всего. Или там, как они говорят, там, в шасси заложили бомбу, ещё куда-то. Ну, неважно, в принципе, по большому счёту всё равно самолёт упал. Но, в любом случае, Запад тоже, значит, испытал некое облегчение. Раз нету Пригожа, ну, и масса проблем, связанных с ним, нет. Ни в Африке, ни в других местах. Сам породил, сам и убил. Ну, и как бы, и Богу с ним. С глаз долой и сердцом. Поэтому для Запада тоже наступает некая бифуркация. Вот я бы сказал так, что вот не было бы таких проблем у Байдена и у его администрации, если бы они поверили себя решительной. Вот как это непарадоксально прозвучит. Неосторожностью он свою вторую каденцию пытается выиграть. Он её может и не выиграть своей осторожностью, вот этой нерешительностью местами. А наоборот, решимостью. Он бы произвёл совсем другое впечатление на своих избирателей. Так что это часто, это не впервые такое. Поймёт ли Запад, прежде всего, Москва-то понятно. А вот поймёт ли Запад свою неотвратимость, фатальность положения, при котором нужно дать всё возможное вооружение, чтобы быстрее хотя бы закончить. Ну, не всю территорию хотя бы освоить, но хотя бы разрезать фронты, чтобы добиться, там, я не знаю, и с левого берега, плацдарма, кинуться к перешейку 100 километров. Или уж в конце концов добить вопроса Токмакома от Токмака в Мелитополь. Но всё равно придётся это сделать. Или-или. Уж я надеюсь, что приезжавший в Остин именно это и обсуждал с Зеленским и с военную команду. Не знаю, но на возможно, наверное. Вы знаете, я бы сказала, что рассчитывать Путину на смену Трампа на Байдена не имеет смысла, потому что в мире, к счастью для нас, слишком много стран. И не Америка единая. Можно там бесконечно радоваться, наверное, каким-то изменениям в Нидерландах, которые вот сейчас наступают. С другой стороны, есть Аргентина. Я не уверена, что мы выйдем в сухом остатке в ничью, но много стран и друг друга перевешивают. Более того, там, где Путину хотелось бы быть равным, достойным и многополярным, сейчас на саммите Большой Двадцатки, но снова ему указали на своё место. Значит, там история какая. Буквально вчера происходил в онлайн-формате этот саммит, где не присутствовал Джо Байден. Джо Байден не присутствовал, потому что приглашение принял Путин. Если нет Джо Байдена, то Си Цзиньпинь такой смотрит на список гостей и говорит, не, вы знаете, мне тут с вами говорит, что остается один Путин, не ровня лидеру Китая, находясь там в окружении других представителей Большой Двадцатки, где, собственно, он, простите меня на слове, но обтекает, потому что ему в прямом эфире в очередной раз напоминают про войну, которую он начал, и ему приходится оправдываться. Путин сказал о том, что война – это, оказывается, большая трагедия. Это очень ужасно. Он вспоминает, естественно, кровавый переворот четырнадцатого года, потому что для него нет большей потери и утраты, чем то, что произошло с Януковичем. Ну и в целом он снова говорит в своей риторике о переговорах. Я, Марк, здесь вот каждый раз не очень понимаю, зачем он говорит, если там практически все знают, что он лжет. Он же не будет говорить о мире, он будет говорить о захвате территории, о перераспределении Украины. Да, конечно. Как будто бы его заставляют немножечко оправдываться. Ну, оправдываться, конечно. А с другой стороны, понимаете, в нем все-таки рефлекторно срабатывает механизм самозащиты, который заключается в следующем. Но все равно за три дня-то не взяли Киев. Но все равно не взяли. То есть он как бы радуется, потому что контрнаступление украинское не достигло намеченных результатов, радуется, да, и там постоянно об этом напоминает. Но с другой стороны и Купинск не взяли, и Авдеевку еще неизвестно, что там будет. То есть сил-то и средств, в общем-то, не хватает для того, чтобы выполнить даже там большие, чем намечены задачи. Ну, не хватает, не может, нереализуемо. И он всегда боится чего? Что, а вдруг что-то повернется, военное счастье изменится, и вдруг украинцы, значит, получат это, наконец, алкаемую, эту военную помощь, и могут совершить какой-то спурт. Они же так уже делали в сентябре с Харьковской операцией, с Харьковской областью. Они так уже делали, когда вынуждены, повторяю, они покинули правый берег и Херсонскую область, российские войска. Потому что, ну, все мосты были перебиты, и вдоль Дучан уже шли, вдоль Днепра до Дучан доходили, вооруженные силы Украины, перерезали фактически часть сил, которые были сосредоточены на правом берегу Днепра. Поэтому все равно он говорит о переговорах и перемирии как варианте закрепления за собой того, там, объективного минимума, который можно было себе обеспечить. И это скорее все-таки игра одновременно. Конечно, он усыпляет бдительность, ну что, ну вот за мир, и так далее. Но одновременно и возможность выйти, ну, с неотрицательным балансом из этой ситуации, и продавать его, продавать Азов внутреннее море, он же так говорит, что вот впервые за всю историю, даже Петров говорит, такое не удалось, а мне вот Володе Путину, значит, троечнику из подворотни, вот удалось, да, значит, присоединить четыре как бы области путем референдума, да, не просто там ДНР и ЛНР, а теперь это субъекты Российской Федерации. Ну, то есть, ему будет что продавать хотя бы это, за тот издержку, которую понесла, там, не знаю, много сот тысяч погибших, 340, как говорит Генштаб БСУ, ну, неважно, там, плюс-минус, но это будет как бы некой компенсаторной величиной. Да, и выбрать паузу, взять паузу, чтобы накопить силы, и с новыми силами снова начать войну с Украиной. Это ему нужно сейчас. Эта пауза ему нужна, потому что он не так уверен на своих силах, и, возможно, ко всему прочему, что-то знает такое, чего, может быть, не знаем мы. Ведь может он знать, что, какие резервы, какими ресурсами располагает российская промышленность, военно-промышленный комплекс, российская армия, чего мы с вами даже предполагать не можем. Может быть, не всё так и лучезарно. И поэтому, так сказать, перемирие, переговоры и сам этот процесс, и его результат, пусть промежуточный, для него сейчас это достаточно необходимое условие для переподготовки, переформирования, перевооружения и подготовки к новому этапу. Почему нет? Да, я думаю, что справедливости ради нужно подчеркнуть, что, несмотря на очень сложную ситуацию для Украины, потому что война на нашей территории, в переговорах, в заморозке заинтересована исключительно Россия. Россия и больше никто, все наши генералы, военное командование говорят, что фактически нас, любая пауза такая подобная, она убьёт, она сделает невозможным или ещё сложнее освобождение наших территорий. Именно поэтому мы понимаем, что нужно просто двигаться далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова